В 19 веке героиня пьесы Островского Катерина задавалась вопросом, отчего же люди не летают. В 21 веке человек стал птицей, может приземляться и взлетать. При этом парить в воздухе возможно разными способами. И сегодня мы посмотрим, как это возможно при помощи парашюта. Наш аэроклуб в той или иной форме, изначально это была авиашкола, существует с 1931 года. В России мы не отстаем это точно, мы наоборот, мы на первых позициях. Парашютный спорт всегда, и в Советском Союзе, и в Российской Федерации он очень развит. Прыжки, они разные. Есть утилитарного назначения прыжки, боевые прыжки, учебные тренировочные прыжки, просто любительские прыжки как развлечения. А спорт, это спортивные прыжки, там, да, это результаты. Сейчас вообще более 30 дисциплин в парашютном спорте существует. Когда-то было их всего три. Точность приземления. Парашютист, выпрыгивая с высоты 1000-1200 метров, должен попасть в пятачок диаметром 2 сантиметра. 2 сантиметра, я не оговорился. Есть еще индивидуальная акробатика, так называемая, стайл. Во всем мире она называется. Это выполнение комплекса фигур акробатических в воздухе, не раскрывая парашюта. Парашютист выпрыгивает из самолета с высоты 2200 метров, и выполняет комплекс фигур горизонтальных и вертикальных. Сальто, спирали, судится время и частота исполнения. Еще упражнение, это групповая акробатика. Это когда группа парашютистов, различные группы, 2, 4, 8 человек. Крупные формации, это когда несколько десятков человек, даже несколько сотен. Они в воздухе собирают фигуры. Новые дисциплины в парашютном спорте, это различные, например, свупинг. Это пилотирование на скоростных куполах маленьких. Там определенный... надо выполнить определенные условия. На земле делается водное такое препятствие, типа канала. Ставятся вертикальные ограничительные ворота, и парашютист уже на раскрытом куполе. Должен набрать скорость большую, пройти в этих воротах, в створ ворот, ногой по воде чиркнуть, еще и на суше приземлиться в заданную зону. И вот чем точнее это выполнено, тем лучше. Дальше фристайл. Это балет воздуха. Раньше мы называли балет. Как отдельный вид спорта этого не было. Сейчас это уже чемпионат мира проводится, поэтому... То есть такая дисциплина. Винг-сьют. Это специальное обмундирование, костюмы, которые с перепонками, как крылья, выпрыгивают и планируют, еще не раскрывая парашют, аэротрудная дисциплина. Это выполнение фигур в аэродинамической трубе. Объясните, пожалуйста, алгоритм действия человека, который хочет вступить на стезю профессионального парашютиста и человека, который просто хочет совершить один прыжок. То есть чем отличаются эти действия? Как быть в этом случае и в другом случае? Изначально это никак не отличается. Вначале надо выполнить ознакомительные прыжки, просто понять, что это такое. Даже профессионалы начинали со знакомства. Он выполняет прыжок, а потом будет понятно, его это или нет. Может, я больше к самолету не подойду. Вообще, или там от слова парашют будет потряхивать. А в основном, большая часть, это... Ай, еще можно? Можно? Приходите. Но в первый день можно прыгнуть только один раз. То есть каждый день можно совершить один прыжок? Нет. Если ты выполняешь первый прыжок, то по регламенту первый прыжок можно совершить только один в день. До десяти следующие прыжки, со второго и по десятый прыжок, можно делать не более двух прыжков в день. Это вот как раз психоэмоциональное состояние человека. Потому что у него может эмоции забить чувство опасности. Да, его чувство страха вот этого. Да, вот это может превалировать над этим. Потому это уже высчитано, это медициной и психологами высчитано. Далее там с десяти до, по-моему, пятидесятого прыжка можно три прыжка в день делать. И более пятидесяти прыжков по усмотрению врача. Сколько нужно совершить прыжков профессиональному спортсмену? Вообще количество раз прыгнуть за всю жизнь? Или это в бесконечных цифрах? Абсолютно нет такой цифры бесконечно. У меня более десяти тысяч прыжков. Ребята, с которыми я вместе прыгал, у них там более двадцати-двадцати пяти тысяч прыжков есть. Роли вообще не играют. Сколько надо прыжков, чтобы дойти до такого уровня? Здесь в большей степени зависит от самого спортсмена. Немаловажно, какой талант, предрасположенность к этому. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о парашютах. Какие они бывают? Изначально самый простой – это парта, учебная парта. Вот мы обучаем, вот парашют дадим к этим, который сейчас. В своем классе парашют этот пока не превзойден. Он очень древний, древняя конструкция довольно. Он круглый, на нем мало деталей. А, как известно, чем меньше деталей, тем меньше ломается, больше надежность. Вот на нем мы выбрасываем парашютистов, десантируем. Принцип раскрытия, система раскрытия называется принудительное раскрытие парашюта. Или принудительное стягивание чехла. Чехол парашюта остается в самолете. Он привязывается, там, пристегивается карабином к тросу. Трос специальный, там, в самолете ПРП, принудительное раскрытие парашюта. И парашют вытрыгивает, весом своим раскрывает ранец. И чехол снимается, парашют раскрывается сразу. То есть это полторы секунды, и парашют раскрыт. Средняя сумма парашюта? Среднюю не могу сказать. Я могу сказать по классу парашюта. Например, вот парашют для перворазника, вот этот, стоит 150 тысяч. Основной парашют и 8 тысяч запасной. Но для перворазников ему не надо себе покупать парашют, этим мы обеспечиваем. Спортивный парашют стоит порядка трех тысяч евро. Но там уже и запасной парашют. Расскажите об экипировке. То есть, с чего у нас состоит? Экипировка. Главный парашют. И защитные вещи. Защитные такие вещи. Это шлем обязательно должен быть. Каска, шлем. Кому как больше нравится. И удобная форма. Удобная. Она не регламентирована никак. Обувь удобная должна быть. И одежда. Для перворазников мы, обувь, должны быть либо кроссовки на толстой подошве, либо мы, если нет такой обуви, у нас есть парашютные ботинки. Они берцы, с высоким берцем и с толстой подошвой. Ровные, без каблуков, без ничего. Голеностоп держит. Мы обеспечиваем такой обувью. А для спортивной, это как в любом виде спорта, экипировка немаловажную вещь играет. Особенно вот в этих видах спорта, когда в свободном падении. Там и ткань играет роль. А с какой максимальной высоты можно прыгать парашютистом? Может быть, есть какой-нибудь рекорд, да, занесенный в книгу рекордов Гиннеса? Вот, расскажите об этом. Ну, рекорд недавно, буквально все, австрияк прыгал с высоты, со стратосферы он выпрыгивал. Ой, не соврать, сколько там было, 30 с чем-то километров было. Он прыгал с... Как его доставили? Аэростат. Аэростат был запущен, и он с аэростата прыгал. Но он летел в свободном падении до, по-моему, тысячи метров. Он раскрывал парашют низко, потому что там раскрывать парашют, там воздуха нет, раскрыть парашют. Да и нельзя его там раскрывать, потому что снижение долго, не хватит кислорода. Прибой кислородным. А когда стоит начать заниматься, вот с какого возраста можно, когда стоит закончить? Закончить это по... У нас есть великий парашютист наш, Александр Киселев, Сергей Александрович, Александр, Сергей Александрович Киселев. Ему 84 года, он еще прыгает с парашютом. Прыгает можно с 14 лет. А кому точно нельзя вообще вот просто даже... Точно нельзя, это по медицинским показаниям. Ну вот прям вот конкретные диагнозы, если можно так назвать, чтобы люди понимали, что... Конкретные диагнозы – это травмы позвоночника. Такие серьезные травмы позвоночника. И, ну, если очень высокое артериальное давление... А дождь влияет? Погода как-то, гроза? Ну, гроза, она влияет на полеты самолетов просто. А дождь, как таковой, не влияет, но когда дождь – низкая облачность. А низкая облачность, она влияет на полеты, опять же. Нам лишь бы самолет в воздух поднялся. Самолет поднимется – прошлишь, выпрыгнет. Давайте поговорим как раз-таки о самолетах. То есть сколько у вас сейчас во владении, да, самолетов, с которыми можно прыгать? И вот немножко их характеристика. Ну, вообще в аэроклубе 37 единиц авиационной техники. Из них, из 37 единиц летающих на крыле, так сказать, у нас 8 сейчас Л-29. Два теперь самолета Ан-2. Вот с него параштисты прыгают как раз. У нас их два летающих. Есть самолет Вильга, это буксировщик планеров. Есть планеры. Мне кажется, что это настолько опасно, вот если не раскроется. Для этого запасной парашют есть. Вот то есть на вашей памяти, честно говоря, не было такого, чтобы вот… Вот за все свое количество прыжков я пользовался запасным парашютом 5 раз. То есть у меня 5 раз был отказ парашютов. Но это не экстраординарная ситуация. На это есть расчет откладывается. Все это, естественно, со спортивными парашютами. Спортивные парашюты – это сложная техника, она может отказать по различным причинам. У меня и рвался парашют в воздухе, разный был, и запутывались мы вдвоем там в воздухе. Такие были случаи. Техника, с которой мы перворазников бросаем, первоначальное обучение, она надежная, как автомат Калашникова. Расскажите об эмоциях и мыслях вообще, что, как, вот кто не прыгал, как описать эмоции во время, до того, как прыгнуть. Вот прям опишите, пожалуйста. Это захват духа, когда в бездну прыгнул. А потом сразу, знаете, вот различие такое, в самолете шумно, шумит. Потом выпрыгивает, шум в ушах, потом парашют раскрываете, и тишина. Самолет улетел, тихо в воздухе, ничего нет, тихо и бездна под тобой. Ты висишь, никаких иллюминаторов тут рядом, ничего нет. Просто под тобой карта, атлас. Вот. А дальше уже, насколько эмоционален сам человек. И у меня последний вопрос, который я обычно задаю традиционно. Три главных качества спортсмена-поршютиста. Это все должно быть осознанно, не без мозгов. Это стремление к высочайшим результатам и любовь к этому делу. Иначе не получится. Перворазниками принято называть тех, кто собирается прыгнуть с парашютом впервые. Лететь, парить, наслаждаться или страдать и мучиться предстоит с 800-метровой высоты. Это стандарт. Самолет набирает высоту за 10 минут. Парашютист летит около 4 минут. Из них время свободного падения – полторы секунды. Чтобы совершить ознакомительный прыжок, мало иметь смелость и хорошее здоровье. Нужно еще вписаться в весовые параметры. Для перворазника ты должен весить минимум 45 килограммов, максимум 90. Ульяновский аэроклуб обучает прыжкам по классической схеме. Все начинается с первоначальной парашютной подготовки, которая включает в себя трехчасовой инструктаж, где подробнейшим образом объясняют, как управлять парашютом, как правильно выпрыгнуть из самолета и с комфортом приземлиться. А главное, что делать во время особых случаев в воздухе. В день съемки передачи к прыжку готовили студентов летного училища. После теории приступили к практике. Нет, нас не сразу отправили в воздух. До этого еще нужно дожить. Правильному выходу из самолета нас учили на тренировочной модели. Главное – усвоить несколько вещей. Рассчитаться на первое-второе, в самолете занять свое порядковое место, при выходе принять правильное положение и во всем слушаться командирам. Как оказалось, насильно пинком из кабины не выбрасывают, лишь мягко подталкивают за рюкзак. В самолете можно поднять руку и сказать одну фразу – помоги. Никаких пинков или еще то что там. Выбрасываний не будет. А дальше начался настоящий курс молодого бойца. Чтобы подготовить мышцы ног к приземлению, сначала мы прыгали на месте. Затем друг за другом скакали на покрышках. Сил моей хватило только на два круга. Дальше – больше, в нашем случае выше. Мы стали прыгать с барьеров, постепенно увеличивая высоту. Я все падала, падала и падала. В общем, прыгали до тех пор, пока не научились держать вместе стопы, колени, и равномерно распределять при приземлении вес тела на ноги. Потом перешли к тренажерам. Я сразу почувствовала подвох. Висели мы до тех пор, пока не пересказали все то, что запомнили во время теоретической части. Мне резко захотелось домой. Наконец-то нас сняли с тренажеров. Настало время медкомиссии. Хочется отметить, что на аэродроме особая атмосфера. Все инструкторы добрые, очень веселые. Юмор тут везде. Даже в кабинете врача. Серьезных противопоказаний для совершения прыжка у меня не нашли. Можно смело надевать парашют. Врач сказал, ничего со мной за один раз не случится. На том и разошлись. Особое искусство парашют складывать. После приземления море эмоций не должны помешать свернуть и уложить обратно в рюкзак главный атрибут. Это ходит в обязательные условия. Не сложил, купол понесет тебя дальше. Не дай бог еще не так повернешься и раскроется запасной. А там уж точно. Ищи свищи по бескрайнему полю. Ну вот и все. Подготовка полностью окончена. Впереди только прыжок. Однако командиры добро на полет не дают. Слишком сильный ветер. Наступил период ожидания. И так мы оброждали несколько часов. Но ветер не стихал, а только набирал обороты. Увы, но прыгнуть сегодня не удалось. Помешал сильный ветер. Полет с учебно-тренировочным парашютом возможен при максимальной скорости ветра в 6 метров в секунду. Сейчас в два раза больше. Что ж, придется поверить на слово, что ощущения во время и после прыжка просто непередаваемые. Шум самолета резко сменяется блаженной тишиной, а под тобой открывается просто невероятный вид. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова